Всем привет, с вами Диктофон и сегодня мы поиграем в игру под названием Блун ТД-6. И в этой серии мы будем проходить нашего босса Лича Магелорда, который как раз у нас сегодня появился, что меня очень сильно удивило. Как бы Хэллоуин уже прошел и я подумал, что настало время опять Блунариуса, как раз таки в прошлый раз он и был. Но, видимо, разработчики решили сделать по-другому и теперь они будут чередовать этих двух боссов. Следовательно, я считаю, что это даже интересная идея. Посмотрим, что у нас добудет. Так, карта у нас Горный поход. К счастью, мы можем выбирать любого нашего героя. Я как раз выбрал Бенджамина. Так, куда бы нам его поставить, нашу обезьяну? Может быть, даже вот здесь? Мне кажется... Давайте попробуем здесь в самом начале сразу же. Конечно, немного будет стремно. Но будем держаться. Будем стараться. Как минимум. А так... Ну, действительно, меня удивило. Так как я думал, опять появится Блунариус. Я уж обрадовался тому, что я смогу получить жетон за прохождение элитного босса. Потому что, как бы, Магилорда я прошел. А Блунариуса нет. Я такой, ну все. Пришла пора. А поры-то и нет. У нас Магилорд. Ну да ладно. Будем проходить его. Мне так кажется, что мы должны с этим справиться. Проблем... Точнее, как? Проблем возникнуть-то могут. Потому что я уже позабывал немного, как и кого там надо проходить. Какие у них особенности. Когда я до этого проходил Магилорда... Ой, Блунариуса. Я их уже путать начинаю. Я там даже первый раз проиграл. Потому что я забыл там, что да как. Что из него еще и шар и вылетает. Вот к этому я вообще не был готов. Но потом приготовился и все смог. Вот и здесь надеюсь, что у нас все будет хорошо. Так. Почти накопили на первую банановую ферму нашу. Наверное, уже даже под конец этого раунда мы сможем ее купить. Чтобы начать прокачивать побыстрее. Так. Конечно, довольно-таки сложные раунды для одной нашей обезьяны с дротиками. Но она старается по максимуму. Спасибо ей за это. Теперь уж с деньгами, надеюсь, будет все получше. Будем прокачивать... Или расширенное производство будем прокачивать. Или будем копить на инженера. Может быть, я правда сейчас лучше буду копить на инженера. Потому что как бы ужаснуться сложно. Так. Сейчас я тут корень его беру. И вот сюда его поставлю. Чтобы потом есть, что мы ему прокачали расширенная зона действия. И у него радиус очень сильно будет увеличен. Тогда он прям будет очень хорошо стрелять. Он, в принципе, и так, смотрите, на три линии сразу же может идти. Это классно. Так. А тут расширенное производство. Больше денег. Больше сил, как говорится. Я надеюсь, что все так и будет. Также я вас хочу предупредить о том, что видео по скайпблоку будет. Надеюсь, что скоро. Я не забрасывал его. Мне действительно очень нравится в него играть. И мне очень хочется его снимать. И как раз там некоторые люди писали о том, что они хотят... Ну, точнее, что интереснее было бы смотреть скайпблок, если я играю не один, а с кем-то. То я постараюсь второе видео и, может быть, даже дальнейшее прохождение уже снимать не один. Но в любом случае посмотрим. Вы узнаете об этом, надеюсь, в ближайшее время. Так. Вот сюда поставим. Нашего Бенджамина окружим. И, к счастью, у нас пока что проблем никаких нет. Не возникает. Помимо этого, кстати, я вам хочу обратиться к таким вопросам по одной игре. Недавно вышла она как раз-таки. И мне она была... Да и до сих пор она мне интересна. Она от Riot Games. Если вы знаете, это разработчики игры League of Legends. И называется она Ruined King. То есть, это такая, можно сказать, пошаговая стратегия, если я правильно понял. По крайней мере, я буду надеяться, что я все правильно понял. И я даже там поиграл пару минут, и мне, если честно, понравилось. Я даже, наверное, хочу попробовать поснимать ее немного. Выложу, может быть, серию. Для начала ее надо заснять. А потом вы уже напишите в комментариях, как вам хотели бы увидеть продолжение. И вот мы посмотрим. То есть, мне действительно хотелось бы этого сделать. Потому что, чтобы снимать тот же самый Blunt с TD или Skyblock, надо какие-то идеи придумывать, сделать что-то более-менее интересное. Потому что, я понимаю, битва против одних боссов, это немного не то. Вам бы все равно хотелось посмотреть что-то более-менее покруче. А вот Ruined King, это как раз-таки уже та игра, которую можно просто проходить. Просто на видео, там сюжет есть интересный. Вся озвучка, кстати, на русском. То есть, прям многоголосое, вот все вот интересное. И вы, ну точнее, и мне не придется читать, там вот, постоянно. Поэтому вы сможете все спокойно и хорошо слышать. Поэтому, как по мне, это большой плюс. Так, тут прокачал много инженера. Первый банк. У нас даже, ну, почти второй банк. Чуть больше тысячи осталось. Так, через 15 раундов уже наш первый лич. Не хочу против него сражаться, если честно. Мне так не нравятся эти муабы, которые он обматывает какими-то водорослями. Они довольно-таки сильные. Мне так кажется, что они действительно его неплохо так усиливают. Инженер очень классно справляется, прям большой молодец. Прям не зря его поставил. Причем в очень хорошее место, как по мне. Так, еще один рынок. А, подождите, подождите. Так, берем алхимика. А, если честно, я только что не понял. По-моему, он смог растворить свинец. Даже до того, как я его прокачал. Или у меня какая-то есть способность такая. Что-то я сейчас немного в шоке. Естественно, надо будет потом посмотреть отдельно. Но если это так, то это прям круто. До нашего босса уже как бы 10 раундов. Сейчас еще постараюсь поставить этот рынок и еще один. И будем, наверное, уже копить на битву с боссом нашим. Так. Пока вроде бы у нас прям каких-либо проблем нет. И это меня радует. Ёлка, мешай. Все поставить. Как так-то? Ёлка, не мешайся. Нам и так тут нелегко. Ой-ой-ой. Кстати, немного проблем настало. Давайте тут нашу бизену с дротиками прокачать немного. И сейчас она очень даже хорошо начинает бить. По комуфляжу, как минимум. Да и вообще в целом. Молодец. Молодец. Ну, инженер это, конечно, вообще. Мне он очень нравится. Так. Рынок. До босса еще 6 раундов. Может быть, еще успеем поставить. Я тут, конечно, ставлю как-то очень странно. Надеюсь, что все будет в порядке. Так. Надо бы побыстрее накопить на этот рынок, чтобы начать копить на нашу обезьяну ниндзя. Все. Обезьяна ниндзя. Я бы ее поставил вот сюда. Так. Вот. И теперь можем качать. У нас 3 раунда до босса. Как минимум, обезьяну мы должны успеть докачать. И еще надо будет поставить хотя бы 2 муаба, что ли. Они тоже будут очень сильно помогать нам. Ой, да какие муабы там? Почему их постоянно муабами называют? Бомба метателя. Пушки, короче. Так. А, тут эти ворота. Я думаю, что нам мешает? Что мешает-то? Так. Гроза муаб. Все, я надеюсь, что с грозой муаб нам стать намного проще. Еще вот эту сейчас будем прокачивать. Тоже до грозы муаб хотя бы для начала. Давайте рынки, пожалуйста. Посмотрите, как наша взьяна ниндзя хорошо пробивает. Именно боссов. Большие ему клочки сносит. Так. Я, наверное, вот скилл убийца маба буду оставлять именно на других. Так. Пока вроде бы идем нормально. Скиллы пока не использую. Так. Издана у скилл. Но вроде бы проблем не должно быть. Так. Да-да-да. Все хорошо. И все. Первый класс побежден. Довольно-таки быстро. За 4 раунда. Так. Что бы я сейчас хотел начать делать? Я буду ставить... Наши фермы и качать уже их по верхней линии. Так. Давайте я вот здесь нам сразу же поставлю этого фермера. Как бы его сделать-то, знаете, чтобы нормально все было? Давайте вот здесь пускай будет. Я, конечно, еще не проверял. Сможет ли деревня тут хорошо всех забрать? Сколько вообще тут максимум можно будет получить? Надеюсь, что все будет очень у нас хорошо. По крайней мере, так должно быть. Я хочу, чтобы так было. Но 5 деревень, наверное, минимум должно у нас получиться. Ой, каких деревень. Банановых ферм. Я уже все. Так. Может, давайте попробуем тут поставить ее для начала? Чтобы у нас разметка была какая-то. Так. Даже вот здесь мы сможем сделать. Вот. А этого расстояния не хватает, чтобы здесь поставить. Как так-то? Это очень грустно. Ну, хотя бы вот здесь хватает. Поэтому уже неплохо. Так вот, все расставили. Банановая ферма у нас есть. Сейчас буду еще, наверное, пару рынков ставить. Наших любимых. Для наибольшего заработка. В любом случае, у нас до появления босса еще один с раундом. А это как-то, ну, немало времени, на самом деле. Правда, следующему боссу нам надо уже друидов прокачать. Вот. Сейчас еще один рынок сделаю. А может, даже два. Потому что у нас как-то... Ой-ой-ой. Что-то все плохо, ребята. Так. Подождите. А если мы продолжим, то сразу же они будут? Ой-ой-ой. Подождите, подождите. Еще раз выходим. Еще. Так. Благо, все, видимо, нормально работает. Так. У нас тут есть время подумать. Нам надо пробивать камуфляж. Это срочно. Это нам надо. Так. Я бы тут для начала вот это поставил на всех случаев. Но хорошо камуфляж пробивает. Хм. Еще бы я просто здесь обязательно магом поставил. На огненную стену. И вот так вот. Посмотрим. Сейчас, может быть, не будет таких проблем. Во, все хорошо. Это прям меня вот успокоило. Потому что огненная стена, это все-таки сила невероятная. Так. Вот еще у нас один рынок появился. И теперь я даже, наверное, буду продавать этого алхимика. И ставить вот здесь друидов. Прокачиваю сюда. Еще одного вот сюда. Вот сюда. Так. Деньги, к счастью, у нас все хорошо сейчас копятся. Здесь мы должны справляться, я надеюсь. Так. Вот тут еще сейчас прокачаем. Еще у нас три раунда целых есть. И будем сейчас копить наши 45 тысяч. Конечно, для начала нам надо будет еще одного поставить. Друида. Так. Так вот делаем. И все. 15 тысяч нам надо. И потом мы еще поставим где-нибудь по близости деревню, чтобы она даровала друиду способность пробивать камуфляж. Так. Ну тут у нас, к счастью, ниндзя справляется. Так. Воплощение ярости. Вот. Все. Теперь я надеюсь, что станет все получше. О. Вот сюда можно поставить. Так. Еще с чему. Или обезьянная разведка. Что-то я не знаю даже, что будет лучше выбрать. Посмотрите, как мы его разваливаем. Это очень здорово. Это то, что нам и надо. Сейчас будем на лабораторию идти. Второй класс мы уже прошли. Максимально просто. Спасибо тебе, друид. Так. Я даже вот не знаю, действительно нам стоит, чтобы все обезьяны в радиусе города получали дополнительные деньги за каждый пробитый шар. Или же, что у нас все будут пробивать. Давайте это на всех случаях используем. И посмотрим, действительно ли у нас тут будет хорошее преимущество. Обезьяну с дротиками мы прокачиваем. Ой, продаем. Точнее сказал, прокачиваем. До следующего босса еще 15 раундов. И, как я понимаю, на самом деле наш друид сможет и следующего босса еще уничтожить так спокойно. Это наша главная задача. Сейчас будет дальше получать деньги. Так. Идем, идем. Прокачиваемся. А вот если мы вот здесь поставим деревню? Да, слушайте, еще вот здесь мы можем поставить деревню. И тогда мы ее уже вот так вот прокачаем. И вот, да, теперь они могут пробивать все типы шаров. Это же вообще круто. Двойная помощь. Главное, чтобы дальше не бафать. Потому что это временный баф, который Лич Магилорд сможет вроде бы собирать. А вот эти все бафы, они как бы бесконечные. Вроде бы. Я по крайней мере надеюсь. Так, еще одну лабораторию ставим. 69 раунд. Дела обстоят очень даже хорошо. Банановые фермы уже неплохо нам приносят. Банки тоже. Но все равно фермы будут получше. Но они и прокаченные на самом деле. Хотя даже не прокаченные. Смотрите, как много принесли. А, ну тут и фермы тоже. Понятно, все. Сложно. Все молодцы, все хороши. Ну, друид это вообще круто. Показывали бы еще, знаете, тут дополнительную вкладку, где можно было бы посмотреть, сколько он нам дал денег с помощью этой объединенной деревни. Ну, действительно, мне было бы интересно посмотреть. Так, проходим. Все нормально. До сих пор жалко, что, вот знаете, ну, не влезает тут ничего. Как так-то? Так, давайте мы тут центральные рынки будем прокачивать. Чтоб больше денег у нас было. И проблем никаких не возникало. Вот, еще. Но мне так кажется, что, действительно, вот эта вот прокачка обезьянного города будет для нас очень полезной. С учетом того, что друид и обезьянная ниндзя у нас сейчас наносят, ну, самый большой урон. То есть, как раз-таки, они тут всех разбивают. И мы благодаря них получаем, как бы, дополнительные деньги. Надеюсь, что это неплохие деньги. Постоянно я забываю использовать Бенджамина. А ведь он, наверное, тоже, его способность помогает побольше заработать. Так. Дальше центральные рынки качаем. До появления следующего класса у нас еще 5 раундов. Не так много и не так мало, вот знаете, как-то нормально пускай. Мы еще много успеем заработать. Много успеем... О, прокачать! Как это было классно! Можно еще раз? Еще много раз, так. Так, еще вот центральный рынок. Я даже не знаю, может быть, потом еще вот поставим где-нибудь здесь их. Наверное, придется, но... Я даже не знаю, значит, это... Абзиана Макс, кстати, тоже очень хорошо помогает. Нанесла больше 10 тысяч урона. Фу. Это меня что-то сейчас очень сильно испугало. Так, давайте тут я еще центральный рынок прокачаю. Не понял. Я только... Я даже не знал, что на этих боссах может быть что-то запрещено. Офигеть! То есть тут вечных шипов даже нету. Ой. Так, давайте это... Заново. А я думал, ну вот сейчас поставлю этих вечных шипов. Все классно будет, они будут копиться. Такая помощь будет дополнительно большая. А что, по итогу? А по итогу ничего. Так, я думаю, что... Давайте мы поставим взяну Аса. Будем вот так вот прокачивать. Она будет тоже видеть камуфляж. Наносить много урона всем. Еще бы Фантома получить. Вот с Фантомом будет еще круче. Так. Ну и похоже, да. Опять я забыл про скилл Бенджамина. Вот знаете, сейчас бы мы с ним, наверное, получили много дополнительных денег. Ну, благодаря мании и моей хорошей памяти. Точнее, как даже внимательности. Ой. Фу. Прошли. Так, все нормально. Сейчас будем укопить на Фантома. Хоть я и в нас верю. В нашего друида. Что все будет хорошо. Но я понимаю, что, как бы, Фантом это тоже очень будет полезен. Правда, возле него бы тоже было хорошо иметь такую вот обзянную деревню. Потому что она тоже... Как раз таки обзянная Ас, мне кажется, у нас будет главным наносителем урона. Такими темпами. Так. Вот, сейчас дойдет до друида, и он будет наносить большое количество урона. Ну, я на это надеюсь. Но Фантом, кстати, тоже неплохо сейчас проживает. Но он не сравнится вот с друидом. Посмотрите, уже 40 тысяч мы снесли ему. Так. Ого, 60 тысяч накопили. Так, давайте обзяние Уолл-Стрит прокачаем. Чтобы получать уже больше дополнительных денег. Так. Все у нас неплохо. Сколько оно сейчас приносит, мне интересно. Что-то не успела видеть. 91 так же, как и в банановые эти центральные банки. Странно. Ну да ладно. Так. Все. Прошли. Так, идем дальше. Я бы сейчас еще хотел накопить на банановые централы, а потом как раз поглотить в нашей обзянии деревней все это. И вот будем уже тогда заново выстраивать их всех. И готовиться к следующему боссу. К следующему классу, который у нас будет ждать на сотом раунде. На сотом раунде, конечно, уже будет посложнее. И нам желательно будет иметь парагона. Я надеюсь, что мы сможем на это все накопить. Потому что парагон, это штука очень стоящая. Так, давайте. Я тут немного прокачаю. Чтобы у нас тут будущие парагоны... Точнее как. Просто будущие крутые обезьяны были готовы ко всему. Так. Он не забрал ее? Что за подстава такая сегодня весь день? А я не знал, что он ее не забирает. Блин. Тогда бы я бы уж поставил ее, а потом... Точнее как, сначала бы поглотил, а потом уже поставил другую. Я в шоке. Так. Ну ладно. Нам сейчас не до этого. Нам надо дальше все прокачивать. И если так посмотреть, то мы теперь уже получаем действительно большие деньги. Так. Давайте я еще вот здесь поставлю, здесь поставлю. Наши банановые фермы. И тут у нас будет... Рынки. Конечно же. Если вот их тут быстро мы прокачаем. И теперь, наверное, будем уже точно копить на наших... Прогонах. Идеально, кстати, нам хватило. Осталось меньше тысячи. Ну да ладно. Очень много денег мы потратили в этих раундах. Ну и сейчас будем очень много их накапливать. Я надеюсь... До сих пор с банановой фермы я удивлен. Я надеюсь, что я не могу. Очень сильно. Так. Прокачали. Прокачали. Сейчас еще мастера бомбометателем прокачаем. О. Вообще классно. Так. Сейчас со всеми справляемся. Единственное, что мне интересно... Обязателен ли нам сейчас этот парагон. Хотя, ну, поставим его на всякий случай, но... Мне так кажется, что мы и без него сможем это справиться. Нам достаточно будет прокачать нашу летучую крепость. И этот... Как она? Дротикомета нам поставить и прокачать домой, да. Тогда это уже у нас будет... Невероятный урон. Который нам, мне кажется, позволит дальше даже пройти. Что-то он совсем плохо урона наносит. Видимо, надо будет его скилл использовать. В следующем раунде будем уже тогда... Юзать. Так, давайте. Сейчас. Че он? Ничего. Так. Я, видимо, не очень понимаю, как это работает. Но, наверное, больше урона наносит, если рядом с ним вот такие же. Ой. Давайте даже вот так вот сейчас поставим их. Че, нам как раз надо будет деньги-то тратить. Так. Ой, ты че, это действительно работает или я че-то не понимаю? Ну, как будто это правда работает. И какой у тебя максимальный баф? От скольких? Вот еще. Ну, 9 бафов. Слушайте, это неплохо. При этом, как бы, урон у него... Ну, не сказать бы, что лучше стал. Че-то я не понимаю, как это работает. Ну, ладно. Так. Так, мы накопили уже 300 тысяч. Тем временем, до следующего класса у нас еще 5 раундов. Наверное, сейчас опять буду использовать его скил. Тут вообще... У всех скиллы буду использовать. Так. Ну да, он, видимо, именно под скиллами лучше работает. Потому что сейчас, до времени его, можно так сказать, ульты, он нанес аж 15 тысяч урона. Невероятный урон. На самом деле. Если честно, я думал, он будет побольше. Думал, что он будет в разы побольше. Если так говорить. Так. Так же будем составить таких обезьян-ниндзя нам. Чтобы всякое у нас было. Во всем были готовы. Еще надо накопить аж 40 тысяч. Я вот не знаю, вот пеем ли мы сразу же накопить на это. Видимо, придется немного подождать. Но мы как раз таки посмотрим, что да как у нас будут ли пока что справляться. Как минимум, у нас тут есть большое количество обезьян-ниндзя. Может, они нам будут помогать. Тут, кстати, проблема была. Но, к счастью, мы с ней справились. Так, идем тут дальше. Еще прокачиваем. До парагона у нас еще 100 тысяч. Уже даже меньше. И, кстати, неплохой урон мы ему наносим. Мы ему снесли уже почти... Как это? Ну, точнее, 25 тысяч уже снесли. А даже до друида не дошло. Вот все, друид тоже начал атаковать. Урона, конечно, побольше пошло. Но, знаете, такое себе. Хотя мы ему уже 100 тысяч почти сняли. Это ужасно. Так, подождите. Вот этого я вообще не понял. К этому я был вообще не готов. Так, нам надо тут посмотреть. Давайте мы тут это продадим. Вот это пока что продадим. Парагона. Сразу же лучше активируем. Так, 28. 28, кстати, неплохо. Сейчас еще на летающую крепость накопим. Смотрите, мы ему сразу уже одну эту снесли. Вторую уже снесли. Третья. Это парагон, она такой. Это реально. Очень жестко. Он очень сильный. Так. Все, мы его уничтожили. Четвертый класс пройден. Идем дальше. Я тут нам поставлю, пожалуй, ту банановую фирму. Как она? Где она? Я видел белую. О. Так. Вот. И, следовательно, что-то мне подсказывает, что к последнему классу мы уже тоже готовы. Статайте. Вот что. Думал, что опять не смог поставить уже. Все. Все вернули. Все как есть. Все у нас отлично. А парагон, это вот вообще большой. Молодец. Так. Вот сюда я бы у нас поставил дротикомета, чтобы он мог стрелять по всем типам шаров. Сразу же вот сюда на целью. Как он тут стреляет, никому не мешает. Я так думаю, что мы могли бы тут еще поставить всяких. На всякий случай. По крайней мере. Так. С его радиусом-то это вообще почти вся карта. И можно еще легенду о ночи попробовать поставить, накопить на нее. Просто на других парагонах мне что-то пока что лень копить. Мне подсказывают, что мы и без них справимся. Подсказывает, конечно же, чутье... Нет, продаем. Так. Не то. Вот. Все. Теперь копим на легенду о ночи. Быстро мы должны это накопить. В любом случае, если что, можно будет потом все наши рынки, ферму продать. И денег сразу же будет навалом. Потому что вот одни вот эти вот три строения это 70 тысяч, 95 тысяч, следовательно уже 165 тысяч. И тут еще 106. То есть это 271 тысяч у нас тут минимум. Будет, если мы продадим всего три здания. Опа. Какой неплох, кстати, уже нанес. Мы его только недавно поставили, ведь. Супер-обзян тоже молодец. А, так она почти миллион нанесла. Обзян, аск, конечно, как всегда. Все, легенда ночи у нас есть. Она как раз-таки нас, если что, спасет от гибели. Вроде бы у нее как раз-таки есть такой навык. Осталось лишь ждать. Подождем шесть раундов. И будет у нас последний класс, с которым мы, наверное, очень быстро расправимся. там. Так. Я тут что-то подумал. Раз у нас мы не можем вкачать на самый верх, ой, на самый низ, прокачаем на самый верх. Хоть я не знаю, действительно ли это очень круто способность. Хотя бы проверим. Будет, если что, нас защищать. Так. Можно еще феникса прокачать по приколу. Я хоть не думаю, что будет наносить невероятный урон. Ну, чтобы просто были наготове. Как мне интересно, сколько все-таки этот завод будет наносить урона. Точнее, его шипы, которые сейчас он выпускает их. А деньги-то все идут и идут. Я не успеваю что-либо прокачивать. Можно еще на всякий случай вот так вот поставить. Это я уже просто по приколу все делаю. на следующем раунде нас ждет уже последний класс. Так. Ой, я подумал, что все, он уже пошел. Ладно. Вот, теперь он пошел. Два миллиона урона. Ой, с учетом того, что 350 тысяч мы ему уже снесли. Но это парагон. Парагон тут очень много. Вклады вносит. Видите, у него тут уже... Сейчас посмотрим, как у него будет все набираться. Три миллиона уже, как минимум. И только продолжает все копиться. Он даже уже нашу значит, все у нас будет хорошо. Так. 700 тысяч хп. Давайте будем добивать. Совсем немного. Так, 350 тысяч. Все, уничтожили. Так, тебе не надо. а как, кстати, завод немного урон нанес. Чем? А, взрывами, наверное, слушайте, как-то дошло. Объединенная звезда, это, конечно же, наш парагон. 6 миллионов, это очень здорово. Используем способности 42, башен размещено 72. Шаров пробито 17 миллионов. да, кстати, как-то стабильно вот такое число выдается. Получено денег почти 3 миллиона. Неплохо. Все очень здорово. Так, получили наши мои трофеи. Все у нас здорово. Потом, если что, наверное, буду проходить элитного босса. Хочу посмотреть, что тут магазин трофеев. У меня почти 300 накопилось. И с учетом того, что как бы это все благодаря боссу. Так-то я, в принципе, одессею не прохожу. Мне как-то это лень. Хотя это очень полезно. А на этом я, наверное, буду заканчивать серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока!